Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как понять, что пора заканчивать отношения? Есть молодой человек, встречаемся два года. Было много ссор, сейчас неприятно даже целовать его. После всего, что он говорил, появилось какое-то отвращение. Даже оставаться наедине неприятно. Почему так происходит? Я думаю, что здесь несколько у вас вопросов, которые вы задаёте. Первый вопрос, как понять, что пора заканчивать отношения? Второй вопрос, соответственно, почему так происходит? Я думаю, что на первый вопрос вы можете себе ответить сами. Довольно хорошо вы можете ответить себе на первый вопрос сами. Точнее, на второй вопрос вы можете ответить себе хорошо. Сами, потому что это, как мне кажется, довольно очевидным в том смысле того, что так происходит именно в силу, так скажем, накопления определённых негативных эмоций, определённых негативных позиций, накопления обид, накопления какой-то боли, накопления разочарования и определённые чувства. Они просто достигают вот своей такой вот, так скажем, критической точки. Вот, и когда они достигают этой критической точки, вот, то, собственно, появляется желание с человеком как-то отношения, конечно, закончить. Хотя, наверное, можно говорить о том, что желание закончить отношения с человеком появляется, да, в общем-то, приходит какое-то такое понимание того, что люди идут в разные стороны. То есть у людей не совпадают, ну, базовые, скажем так, ценности. Вот. То есть когда человек, ну, один человек, то есть вот в данном случае, например, борьбы идёт в одном, допустим, направлении, вот, другой человек идёт в другом направлении. То есть вы чувствуете, вы чувствуете вот в какой-то степени, что ваши именно вот, что ценности, скажем так, не совпадают. Вот. И в этом случае, конечно, как-то вот можно говорить о том, что в этом случае люди вполне логично могут, значит, естественным образом, да, принять решение, или оба, или один человек может принять решение, что пора расставаться, пора расходиться. Это, в принципе, на мой взгляд, совершенно такая нормальная история. То, что описываете вы, как мне кажется, больше похоже на накопление определённых чувств, на накопление определённых эмоций, вот, и представляет из себя, в принципе, такую вот нормальную, ну, только вот усиленную несколько ситуацию. То есть между людьми недопонимание возможно, между людьми кризисы возможны, между людьми появление вот, ну, какого-то такого чувства, да, отвращения, как вот вы в данном случае, например, описывать тоже более чем возможно. Это не означает того, что отношения нужно обязательно заканчивать. Конечно. Это, конечно, тревожный звоночек, безусловно. Это звоночек о том, что в отношениях наблюдается некий такой системный кризис. Это звоночек о том, что в отношениях происходят деструктивные процессы, но в то же время это означает, что люди что-то чувствуют, то есть людям не всё равно. Вот ещё один момент, когда можно и нужно, наверное, заканчивать отношения, это появление безразличия, то есть когда человек становится всё равно. Ну, понятно, на мой взгляд, что здесь говорить о том, что вам всё равно, наверное, нельзя. То есть нельзя говорить о том, что вам всё равно. Вам не всё равно. То есть вы чувствуете что-то. Поэтому я бы, наверное, как-то не стал бы прямо вот здесь ищет, да, говорить о том, что вот, ну, как-то вот пора. Пора возвращать отношения, я бы не стал бы говорить, конечно. Я бы, наверное, всё-таки больше здесь делал упор конкретно на состояние отношений, вот, на состояние вашего взаимодействия, на ваше состояние и так далее. О том, что ссоры, какие-то ссоры, да, конфликты, они не возникают на, вообще говоря, в пустом месте. Ссоры возникают из различных деструктивных чувств, которыми люди не могут, не умеют, не могут обращаться. Ну, не привыкли, как-то вот, ну, не привыкли обращаться, не привыкли, не умеют обращаться с этими, ну, с этими чувствами. Вот, и задача, в общем-то, задача психолога, задача психолога заключается в том, чтобы помочь человеку с этими чувствами обратиться. Вот. В этом заключается задача. Ну, вот наша задача, как, как специалист. Вот. Далее, эээ, дальше уже человек сам решает, эээ, что ему делать. Зачастую, зачастую, эээ, ситуация складывается, эээ, таким образом, эээ, что конфликты в отношениях эээм... является результатом внутренних проблем человека, вот. То есть конфликты как бы отражают внутреннюю проблематику человека. Такое тоже бывает, такое тоже к сожалению случается. И в этом случае, в этом смысле расставание не решает каких-то проблем. То есть в этом смысле расставание, пожалуй, даже можно назвать бессмысленным, потому что, извините, вы с человеком расстанетесь, вот. А проблемы ваши, они перетекут в новые отношения. Потому что конфликты, ссоры, да, это то, за что отвечают оба партнера. Не только один. Вот. Поэтому очень, очень важно в этом моменте отдавать себе отчет. И поэтому так важно разобраться, какой вклад в конфликт, например, вношу я. То есть вот я, я сама. Вот. Не с той целью, чтобы как-то обвинить. То есть тут, наверное, такой цели не стоит и не может стоять, нет цели обвинять, нет цели искать правых и виноватых. Есть цель разобраться, вот, именно разобраться с тем, что происходит, именно разобраться с тем, какие процессы происходят, ну, с вами, да, как бы, вот, с вашей, значит, стороны, какие происходят процессы, вот, вот, какие происходят процессы в отношениях, вот, какие происходят процессы у вас и у молодого человека. Вот, все решаемо. Неразрешимых, вот, неразрешимых проблем нет. То есть это вот нужно обязательно сказать, что неразрешимых проблем нет, вопрос заключается только в том, хотите ли вы это решать, то есть хотите ли вы этим заниматься, вот. Да, то есть вот, если у вас, если у вас, если у вас, вот именно у вас, если у вас ресурсы для этого, если у вас желания для этого, если остались, ну, остались ли у вас, вот, Или осталось ли у вас что-то, что можно назвать верой в отношения, может быть, то есть, желанием, какие-то чувства, или осталось только обид. Ну, вообще говоря, все-таки чувство обиды это история про то, что вам не все равно больше. То есть, эта история вот именно про то, что вам не все равно эта история именно про то, что какие-то чувства у вас все осталось. К человеку, соответственно, можно постараться отношения эти гармонизировать. Вот. Нужно ли для этого участие вашего молодого человека? Да, нужно, но начинается все может и, в принципе, с вашей работой над собой. То есть, с проработки ваших чувств, с проработки ваших эмоций, с проработки ваших, значит, переживаний. Вот, проработки всего вот этого. С этого может начаться работа. Ну, ваша работа, например, да, если мы говорим о вас, допустим. Ну, вот. То есть, опять же, важный момент, что никто никого не заставляет, да? Вот. Никто никого не заставляет, никто никого ни к чему не принуждает. Это очень важно отметить. Вот. Только исключительно цель вот такая разобраться в себе. Отношения закончить, закончить отношения, знаете, не сложно. То есть, на самом деле, это можно сделать вообще в любую минуту, в любую минуту, в любую... В любую минуту, в любую секунду это можно сделать. Вот. В любую секунду, в любую минуту можно завершить отношения и... как бы о них вообще больше, больше, например, не вспоминать. Но момент заключается в том, что это не решает проблем. То есть момент заключается в том, что вы выбрали этого человека, вы выбрали этого мужчину, вы как бы с ним в отношениях. Одно дело, если вы, допустим, ну, сейчас увидели человека, вот, ну, под неким таким, да, ну, под неким таким другим углом, вы увидели, какой он, этот человек, вы увидели, что он из себя представляет, вы увидели, какие у него, ну, допустим, допустим, ценности. Вот. То есть если вы вот все это увидели, да, и вы понимаете, что, ага, ну, этот человек как-то вот, этот человек как-то вот не совсем тот, которого я хотел, да, например, например. Вот. То есть одно дело, если так обстоят дела. Это одно дело. Совсем. Вот. И другое дело, опять же, если вы, ну, просто вот, если речь идёт именно про обиды. Вот. Именно про обиды ваши. Тут ситуация другая, и, соответственно, не нужно это, значит, смешивать. В контексте, в контексте, в контексте ссор я бы вот рекомендовал вам что сделать. Я бы рекомендовал вам поисследовать, значит, психологическую игру. Скандал. Вот. Психологическая игра, скандал довольно часто используется людьми. Вот. Довольно часто как-то вот она, ну, присутствует в взаимодействии между людьми. Это очень важно вам исследовать. Вам нужно вот именно исследовать этот момент. Увидеть, что происходит, когда, например, вы ссоритесь. Вот. Это помимо того, что у ссор есть своя причина. Это помимо того, что у ссор есть свои, ну, что обоснования. Это помимо того, что ссоры нужны людям. Буквально. Буквально, вот, смешное слово. Вот. То есть, ссоры прям вот нужны людям. Ссоры прям это... Для некоторых людей это прям вот способ обратиться с тем, что происходит. Вот. Я думаю, тут точно так говорить вот строго об этом, наверное, было бы не совсем корректно. Вот. То есть, ну, всегда так вот легко, конечно, сказать, что, а, вот мы ссоримся, да, и всё, соответственно. Поэтому я, значит, ну, поэтому я с тобой расстаюсь. Вот. То есть, это легко, но это ни к чему не ведёт. Поэтому... Такой вот аспект можно озвучить, если мы говорим про вашу ситуацию. Ну, ситуацию, которую вы описываете, понятное дело. Вот. А если молодой человек, значит, как-то вот, если молодой человек согласен, что есть, значит, ну, проблема и готов с этой проблемой работать, то вообще, вообще хорошо. В таком случае вы можете обратиться к психологу, да, и поработать. Вместе можете это сделать. Вот. Если молодой человек не согласен, что проблема есть, то вы можете, в принципе, в этом случае вы можете сами начать с собой работать именно в контексте того, чтобы разобраться в себе. Именно в контексте того, чтобы, ну, поисследовать себя как-то в этом, ну, в этой ситуации. Вот. Вот. Это было бы, ну, весна, весна, весна неплохо для... Вот. То есть, тут такие вот моменты и такой вот аспект. Вот такой аспект есть. Вот. Вот. Очень важный этот аспект, потому что если мы работаем над отношениями, да, только ради того и только для того, чтобы изменить, например, молодого человека, допустим. Вот. Вот. А тут, конечно, вот тут вот мы обречены в этом смысле на провал. К сожалению. Вот. В этом смысле мы обречены на провал. Поэтому вам нужно вот постараться принять и увидеть, что вот это повод, вот ситуация, которая сейчас есть, это повод, повод, повод именно для вас разобраться. Разобраться именно вот в себе. И если разбираться в себе вы хотите, вот, то с огромным удовольствием мы вам в этом поможем. С огромным удовольствием мы поможем вам эти проблемы решить, в себе разобраться. Вот. Значит, что дальше делать? Оставаться в отношениях или нет, да? Я думаю, вы можете решить сам. Вот. Я думаю, вы сами способны решить этот вопрос. Для себя. То есть мы наставить на каком-то решении не будем. Вот. Но то, что вот можно, то, что можно дать шанс, то, что нужно дать шанс, на мой взгляд, это вполне очевидная такая история. На мой взгляд, это вполне такая очевидная ситуация. Надеюсь, что вы со мной в этом будете согласны. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему. Ответ этот позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и прощать. За помощью вам она пригодит. Спасибо.